Дело в том, что его не допустили, потому что он потенциально сильный кандидат, который мог бы... Ну, могла быть история такая же, как была с Грудининым. Когда не запланировано много, кандидат отличный от, скажем так, основного набрал. Но никто не хочет видеть сильных соперников. По-прежнему защищается политическое поле, и оно зачистилось. С начала войны не следил за политической ситуацией в стране. И тут появляется персонаж, про которого никто, в принципе, не знает, никогда не слышал. Ну, там, в широких кругах. И тут вдруг раз оказывается, что это тоже опасный кандидат на постпрезидента угрозы действующей власти. Бюджетников пригонят, они проголосуют. Остальные не придут, проигнорируют. Я обязательно иду на выборы, я буду голосовать за третьего кандидата. Сразу после Путина и Слуцкого. Я не ходил уже лет 10 или 15 и не собираюсь. Да, какая-то конкуренция, о чем вы говорите. Выбор — это такая штука, которая меня не касается от Солоса всем. Ну, я никак на это не повлияю. Меня один чел из «Газпрома» просил пойти, потому что у них обязаловка. Вот, но, типа, может быть, не пойду, может быть, пойду. Не знаю. Пойду. Посмотрю. Не знаю. Пока не решила. Я поддерживаю нынешнего президента и его стабильность. И я согласна полностью с его курсом. Ну, в общем, я думаю, что его так и так не допустили бы. Это, в общем, ясно было. Вижу, понятно. А я думаю, что спокойная жизнь гораздо дороже чего-либо другого. Продолжение следует...